Антон Павлович Чехов, Хамелеон «Так ты кусаться, окаянная?» — слышит друг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не вельно на кусаться! Держи! А-а-а!» — слышит собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дворового склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевом крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышит вторичный собачий виск и крик «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дворового склада, словно из земли выросшей, собирается толпа. «Не как беспорядок, ваше благородие!» — говорит Гордовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверху правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы уже написано «Уже я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В связящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому это случае тут?» — спрашивает Очумелов, вырезываясь в толпу. «Почему тут?» «Это ты зачем, палец? Кто кричал?» «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю», — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчет дров с Митримитовичем. И вдруг это подлое ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий. Работа у меня мелкая, пущай мне заплатит, потому я этим пальцем, может, неделю не повешевельну. «Этого ваше благородие и в законе нет, чтобы от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше не жить на свете». «Хм, хорошо», — говорит Очумелов, строго и кашляя, и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака?» «Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафует его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу, кузькину мать». «Елдырин», — обращается надзиратель к городовому. «Узнаешь, я эта собака. И составляй протокол. А собаку истребить надо. Немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака?» «Спрашиваю». «Это, кажется, генерал Жигалова», — говорит кто-то из толпы. «Генерал Жигалова? Хм...» «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать перед дождем». «Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить?» — обращается Очумелов к Хрюхину. «Мне что она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. «Ты ведь известный народ. Знаю я вас, чертей. Он, ваше благородие, цыгарка ей, харю для смеха. А она не будь дура и тяпни. Здорный человек, ваше благородие. Врешь кривой. Не видал так? Стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин, и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пуща мировой рассудит. У него в законе сказано. «Нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах. Ежели захотите знать. Не рассуждать. Нет, это не генеральское, — глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет. У него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это черт знает что. Ни шерсти, ни вида, подлость одна и только. И эту такую собаку держать? Где же у вас ум? Попадись, этакая собака, в Петербурге или в Москве, то знаете, что было бы. Там не посмотрели бы в закон, а моментальное. Не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора. А может быть и генеральское, — думает слух городовой. На морде у нее не написано. На медне во дворе у него такую видел. Вестима генеральское, — говорит голос из толпы. Хм, на день-ка брал Килдырин на меня пальто. Что-то ветром надуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажи, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая? А ежели каждая свинья будет ей в нос с сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака — нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет. Его и спросим. Эй, Прохор, пойди-ка, милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша? Выдумал. Этаких у нас отродясь не было. И спрашивать тут долго нечего, — говорит Ичемелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, — стало быть и бродячая. Истребить — вот и все. Это не наше, — продолжает Прохор. Это генералова брата, что на меднись приехал. Наш не охотник на борзых. Брат их не охоч. Да разве братья с их не приехали? Владимир Иванович, — спрашивает Ичемелов. И все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, господи, а я и не знал. Погостить приехали? В гости. Ишь ты, господи, соскучились побраться? А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьмись. Собачонка ничего себе. Шустрая такая. Цапа этого за палец. Ха-ха-ха. Ну чего дрожишь? Р-р-р. Сербица Шельма. Цуцик этакий. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровянного склада. Толба хохочет над Хрюкиным. Я еще доберусь до тебя, — грозит ему Чемелов. И, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова